ну что привет моим подписчикам просили ваду гранту получите суки да да а вы что думали что я плюшевый мишка ств да думали буду вам очко тут лизать какой-то целом просторный какой багажник большой хуй там мне здесь никто не платит за то что я ебом на камеру торгую поэтому я буду говорить то что я хочу ну что давайте начнем как-то от внешнего вида ну вот говорят что морда у нее в принципе неплохая по сравнению с чем неплохая своей жопой волосатой они пытались сделать ее нормальной ну какой-то степени получилось но все равно посреди с нормальной машинами это просто пиздец какой-то ну пожалуй в номинации самая уродливая жопа которая когда-либо видел конкретно вот это же я не могу это задница назвать именно жопа причем толстая вот огромная задница как можно было сделать такое что-то у нас поглядим так где эта палочка блять сука вот она родная смотри сюда нихуя у нового нет не правда ли значит тот же самый восьмиклапанный движок от восьмерки производства 79 года но что они сделали во первых они прихуячили сюда легкую поршневую которая уменьшает расход топлива и увеличивает мощность но то что она уменьшает расход топлива и увеличивать мощность это хорошо но она то еще и клапана загибает блять конечно ты думаешь что а вот у меня-то ремень не порвется порвется сука и учитывая какие-то толстые клапана он не просто порвется и загнет клапана он еще разобьет всю поршневую нахуй все блять двигатель можно выкидывать это еще не все генератор самая известная их болезнь вот он тут стоит у этого генератора нет механизма натяжения ремня вот ремень его как он завода вот поставили вот так он и стоит он не натягивается поэтому всех сука летят генераторы блять буквально вот 50 процентов машин первые несколько тысяч километров сразу приезжают менять генератор а почему-то хочет я скажу да потому что главного конструктора руки под хуй заточены вы видели вообще его рожу блять вот такое ебало блять это пиздец бля так пиздец просто какой-то она закроем это все нахуй блять не могу больше на это смотреть теперь расскажу вам что они сделали с ходовой значит они взяли и прихуячили приоровский тормоза и калиновские стойки но чтобы добавить инновации понимаешь на на технологии чтоб добавить что они придумали счастья вам покажу они придумали опоры посмотрите со смещенным центром то есть центр не по центру а вот здесь у них опора таким образом увеличивается угол кастера стойка стоит под углом и типа как увеличивает управляемость машины но я вот по секрету скажу по секрету нихуя на и увеличивает как было корова на дороге так она и осталась это блять мертвого припарка чтобы управляемость увеличить надо менять саму ходовую самую конструкцию конструктив менять они угол чуть смещать блять назад тьфу блять задний развал минус 1 градус точно также это нихуя не дает кроме того что если вы будете к развальщику заезжать какого-нибудь тупому блять и он вам будет говорить что у вас задняя балка погнутая объяснить его чего не погнутая что это завода они так чуть-чуть колеса завалили блять чтоб тоже устойчивость была была но ее нет давайте в самом посмотрим ой блять так что тут у нас блять начну с первого что видит водитель это руль руль сам по себе неплохой но когда вы его крутите у вас блять все время вот руки блять пачка вот блять вот об эту хуйню задевается срыв вы крутите да и вот этот блять тут эта хуйня которая подушка да на самом деле блять подушка вас не спасет в этом корыте если вы разобьетесь то вы разобьетесь нахуй насмерть блять потом почему вы разобьетесь нас потому что металл тонкий металл и подушка роли здесь уже не играет но они сюда прихуячили вот теперь пластик блять какой мерзкий блять вот старых восьмерках пластик да вот тут он блять еще хуже еще хуже вот как можно было еще хуже сделать я не знаю такой блять этот мерзкий сука блять на ваша сука блять не ну вот невозможно даже смотреть на него посмотрите вот новая машина да еще хуя в рот не бравшая машина блять уже царапины у нее уже блять а чтобы через год все пиздец на теперь систему вентиляции они взяли логана потому что у логана то есть точно такие же вот эти дефлекторы ебаные но они блять ну не открывается вон блин сейчас про открылся что они дают они дают то что можно направить воздушный поток туда куда вы хотите но они также сука блять будут дребезжать как хуй его знает что как пока погремушки вот эти четыре погремушки до первый год не может быть второй год и ну потом пройдет год-два и будет все дребезжать и в целом сама вот вот эта сборка а понимаете да сборка автоваза вот посмотрите уже вот скрип появляется скрип и щелчки и все это вот с годами накапливается и в итоге такая погремушка будет ой блять это же дешевая машина в дешевой машине экономят прежде всего на шумоизоляции поэтому вы будете ездить и слушать вот эти скрипы блять этот забывание мотора блять коробка это вообще пиздец какой-то это блять хуй его знает это блять за сколько там децибел теперь смотрите вот на коробку в принципе да так же как на колени так же как и здесь коробка передач не такая уж плохая все нормально включается но есть на коричок эргономика вот посмотрите они вот здесь вебали два подстаканника вы сюда что-то ставите да какую-нибудь бутылочку не закручиваете и потом втыкаете третью или пятую скорость хуякс вас она падает все разливается нахуй вот это называется эргономика чтобы вы понимали что это такое ручник восьмерочный старый как единственное зимой его дергать хорошо только его все время надо подтягивать каждый рублять сезон его надо подтягивать 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 не могли уже нормальный ручник сделать суки посмотрите на приборную панель здесь у вас два индикатора и бортовой компьютер и думаешь ты думаешь наверно охутина бортовой компьютер встроенный да думаешь это для тебя делали да нихуя просто так дешевле блять зачем вот эти стрелочек дохуя делать это все дорого лучше въебать один компьютер которого через месяц подсветка наебнется и ты нихуя не увидишь вот еще известная фишка на гранте то что индикатора температуры нет то есть когда ты долбоеб в инжекторный двигатель зальешь по обычную воду потому что у тебя антифриз уходит а на этом двигателе он постоянно уходит вот что ты не делал будет уходить такая у него конструкция и ты пожалеешь сука блять 80 рублей не купишь антифриз ты зальешь обычную воду один раз второй раз потом два штаны его нахуй буду все время обычную воду заливать будешь заливать обычную воду а там там температура рабочая мотора 105 110 градусов а счет кипеть да в итоге на еще стене начнет испаряться у тебя лопнет шланг все нахуй вытечет и этого не увидишь двигатель закипит и пизда при можешь ключи нахуй выкинуть и пиздовать домой так ну сзади тут принципе на самом деле места много и вот то есть если вот сидеть сзади допустим стелкой да то есть вот так то она как раз принципе головой биться потолок не должна вот когда ты и вот подбрасываешь то есть она не будет я думаю биться головой потолок ваша потолок высокий то есть я вот сижу надо мной еще сантиметров 20 то есть нормально выше чем 14 там но тебе-то все равно никто не даст ты же на гранте дебил блять ты чё думаешь блять что она потом подругом скажет типа я отдавать блять в гранте да и оборжут блять это даже хуже чем черному отдаться в гранте поэтому блять послушай сюда забудь это корыто забудь сейчас я вам хочу показать основную причину почему вот эти вот машины так ненавидят ненавидят блять посмотрите они додумались спрятать замок в дверь это хорошо но до сих пор они блять вот эти твари блять вместо нормальных силиконовых пальчиков для двери до сих пор ставят вот эту хуйню блять которая цокает у вас гайка ну что стоит это 20 рублей они стоят магазине 20 рублей ну поставьте сразу нормально и чтобы люди не выезжали салона и не пиздовали сразу менять вот эти хуйни это пиздец какой-то еще я вам скажу почему машина такая шумная и почему она такая легкая то что она легкая с одной стороны хорошо потому что динамика неплохая у него на самом деле она бодренько с места срывается но это потому что она легкая потому что металл тоненький и весь шум проходит салон но это пол беды вибрация это тоже пол беды но главное что если в к вам влетит сюда бимер или мерс так вам который будет будет здесь сидеть вам пиздец ложеньки здравствуйте дорогие телезрители сегодня у нас в обзоре популярный народный автомобиль лада калина который отличается отличным дизайном отточенной экономикой и безупречной вы чувствуете себя поверили землю под ногами почувствовали я не для того родился чтобы уважать вас тут хочешь чтоб тебя шептали сладко ну так пиздуй на первый канал тебя такте нашепчут полные лапши уши а потом в жопу еще вывод налогами ценами на бензин и пошлинами блять ну значит у нас сегодня обзоре вот это корыто лада калина универсал наверно это единственный универсал в б классе но посмотрите вот на это что это блять кто это делал что за пиздец блять блять несмотря на то что это универсал погрузочного места также как и в обычной машине я вообще не понимаю кто додумался в б классе универсал делать но при желании можно сложить задние сиденья и как знаете у иномарок бывает плоский пол где можно неплохо прилечь с девушкой так в этом машине такого не получится плоского пола здесь нет так что вы в пролете придется опять хату снимать ну и вон на так 16 взял как вы видите значит этот 1 и 4 мотор 16 клапаны и ты надо наверно думать ага у меня шестонарик счастья все будет со светофора дергать а вот хуй там здесь объем всего 1 и 4 литра а почему 1 и 4 вот когда на европе пошла мода на мотор 1 и 4 литра на автовазе подумаем а давайте как мы тоже так сделаем и у нас тоже получится мощный экономичный мотор также как у европейцев но немцы то не тупые блять у них система впрыска намного сложнее встроена чем здесь в итоге их мотор 1 и 4 легко выдает 100 h1 их сил а этот только 89 и крутящий момент у него снизу хуже чем у 8 клапанова мотора и в итоге вся его идея в том чтобы уменьшить объем уменьшить трение получить экономичность нихуя не получилось в итоге все равно расход такой же как у 1 и 6 8 клапанов мотора или 16 клапанова то есть тянет он хуже а жрет столько же теоретически все было задумано верно то что мотор который меньше объем должен жрать меньше но вам приходится крутить его чтобы ехать потому что он слабый он не тянет вам приходится его крутить крутить и он жрет бензин все равно едем дальше вы наверно спросите загибает ли это хуй так клапана конечно загибает его что за вопросы конечно загибает рано или поздно в наших зимних условиях помпу заклинит ремень слетит клапана загнет все нахуй блять голову под ремонт вот теперь едем дальше вы наверно спросите а что тут за такая модернизированная новая коробка которая а то ли там от опеля то ли от шкоды да нихуя подобного блять коробка вас вас 1 0 8 2 подшипника местами поменяли об все новая коробка все можно ставить инновационную коробку передать то все так же она вводит при сбросе газа точно так же блять хуёво включается передачи пока поначалу вообще хуй попадешь в первую с первого раза потом когда она проедет 1010 км передачи становится полегче включать но выйти начинает еще сильнее часто очень перегорают лампочки у них и прикол в том что заменить лампочку очень тяжело вот хоть ты подлезешь блинер конструктор наверно думали что в россии не люди живут а такие слоны с хох со щупальцами которыми могут туда достать и вообще сама компоновка такая мотора что хуй куда подлезешь то это вы приедете на сервис и скажете вас перегори куда очередной датчик скорости а когда перегорает датчик скорости гидроуси электроусилитель начинает моросить ваша не понимать какой скоростью машина едет и вы приедете на сервис вас пошлют нахуй скорее всего потому что хуй куда подлезешь невозможно никуда подлезть в этой машине вот как вы себе представляете поменять лампочки вот на этой фаре вот как вы сюда вот подлезете вот как вот вот чтобы поменять лампочку вам придется половину морды нахуй разобрать давайте теперь посмотрим что там в салоне там натуральный пиздец так и вот мы в салоне и первое что я хочу чтобы посмотрели на это недоразумение блядь что это такое что за дизайнер был бы что он курил вот что вечером пришел на раб домой после работы в мазал хорошенько и придумал вот это вот это называется биодизайн блядь типа дизайн будущего что ебанулись они нахуй что ли хорошо они уже снимают с производства его слава богу летом выходит калина 2 и мы еще до нее доберемся ну а в этой машине бля столько болячек так можно перечислять бесконечно первое что вы должны сделать как выйдете салона это сразу ехать подтягивать все болты проверять смазку они поставили или нет пошла не собирают его на конвейер своими кривыми руками почти трезвые сборщики и когда вы еще включаете сигнализацию она может заглючить сжечь контроллер нахуй также вы можете жить радиатор печки который вечно течет его заливает контроллер он перегорает нахуй все выкидывать его коробка передач с первого раза чтоб попасть это надо постараться вот и хорошо теперь про качество сборки скажу вот вы можете заметить что эта машина не скрипит а я вам объясню в чем дело значит ну на как обычно на заводе смена начинается с утра и если вам повезет да и вы можете купить машину которую собрали до обеда а потом уже в обед столовой ну чекушечку там как обычно все машину там под по 150 и вот после обеда уже начинается там забивают болты молотком прикручивает на похуй и поэтому у людей непонятные разные отзывы одни говорят что у них все трясется нахуй другие говорят что нормальные потому что вы не найдете двух одинаковых калин все они собраны по-разному потому что везде его там ручная сборка вот на заводе тойота кучка роботов собирают очередной привоз всего за 9 минут а тут каждая машина уникальная каждая машина не похожа на другую и если ему повезет вы купите хорошую машину но это вероятность небольшая скорее всего вы купите машину которую собирали после обеда в подпитом состоянии там там зинка сборщицы считать перекручивать стеклоподъемник то она поедет как туда наш так и поедет да куда она нахуй день и создавать бля следующую дверь загоняй но самое большее вот что раздражает меня в этой машине за то что когда ты едешь в никакого выжили на дороге каждый долбанок пытается тебе подрезать что-то на хаме тебе и дорог она сибался отсюда на своем тазике ибо все все кома сядь ему блядь сейчас все все нахуй хорошо другую сторону поехал а то я хотел уже вылезти от пиздить его пидорас такой блядь я хочу чтобы вы понимали что ну не должен блять нормальный человек на такой машине ездить ты же создание бога создан по образу и подобию ты же человек перед тобой неограниченные возможности ты можешь стать кем угодно добиться чего угодно покорить любую вершину можно даже отправиться в космос может быть ты не сразу поймешь что но я верю что каждый человек достоин большего и в том числе ты может быть ты осознаешь это только когда у тебя родится ребенок и ты прикоснешься к пальчикам своего малыша ты поймешь что ты сам создатель и само создание что ты нечто большее и поэтому ты не должен ездить на это дерьме не должен были а это как вы думаете кто эту машину делал да да это опять он у нас производится с 2005 года из этого момента мы принципиально не меняли стиль этого автомобиля за последние полтора года мы ввели очень много дополнительных опций начиная там от задних подголовников и заканчивая навигационной системой парктроником датчиком дождя автоматического включения фар фар На сегодня все у нас.